Ну что, давайте будем начинать. Председателем нашего союза является всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. 5 октября этого года ему исполнилось ровно 100 лет. Он до сегодняшнего дня делает самые сложнейшие операции в своей клинике. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 70 лет. 76 лет до сего дня он оперирует людей. Я являюсь его заместителем по этой общественной организации. И поэтому меня очень часто просят в таких молодежных аудиториях выступить, рассказать об алкоголе, табаке, наркотиках. Что же это за такие странные продукты? Пиво, вино, водка, сигареты, которые круглые сутки на всех углах продают, круглые сутки рекламируют и пропагандируют. Неужели это так необходимые для нашего народа продукты? На самом деле сигареты, пиво, вино и водка это никакие не продукты. Это самые опаснейшие на Земле наркотики, которые пущены в нашей стране в широчайшую свободную продажу и приносят столько горя и столько слез нашему народу. Дело в том, что в состав пива, вина и водки входит алкоголь, этиловый спирт. Его химическая формула С2Н5ОН. Это изучают в средней школе. Но, к сожалению, в средней школе и в ВУЗе никто не говорит о том, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Его смертельная доза больше 8 грамм на 1 килограмм веса. И если человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта ему дать выпить и не дать вырвать, он от этого яда умрет. Этот яд является наркотиком. И его наркозная доза 4-6 грамм на 1 килограмм веса. И медицина 300 лет использовала алкоголь как наркотик при операциях. И вот во время Великой Отечественной войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов. И они в партизанских госпиталях использовали самогон как наркотик при операции. Раненому натощак давали выпивать 3 стакана самогона. И он впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Его резали, зашивали, ничего не чувствовал. Но 3 стакана самогона наркоз натощак, а 4 стакана это смерть. Почему отказались от алкоголя в медицине как от наркотика? У него очень узка наркотическая широта. Некоторые пьют, пьют, больно, больно, еще выпил, сразу умирает. Проскакивает не больно, сразу летальный исход. К сожалению, все вы знакомы с этим ядом. Но мало кто знает, как его делают. А я знаю и с удовольствием вам расскажу. Люди научились получать алкоголь с древних времен следующим оригинальным образом. Они брали сосуд. Они брали сосуд. И в этот сосуд наливали виноградный сок. Это водный раствор витаминов, сахаров, ферментов. Кстати, очень полезных для человека. И запускали в этот виноградный сок дрожжевые бактерии. А дрожжи, они очень большие сладкоежки. И под микроскопом видно. Вот она бактерия. Вот у ней глаз, вот у ней рот. Вот она поедает сахар. А сзади, из-под хвоста, из клаки, у ней как раз и выходит этиловый спирт. С2H5OH. Таким образом, алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. Но по-научному это называется экскременты. И вот эти бактерии пожирают сахар, мочатся, мочатся мочой. И когда концентрация мочи в бочке достигает 11%, как всякий живой организм, в собственном дерьме они захлебываются и подыхают. Если это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется оно вино сухое ординарное. Будьте любезны, на всех углах у вас в Ростове его продают. А если два года отстаивают, отсаживают подохшие трупики и сливают только мочу с остатками сока, то это пойло называется вино сухое марочное. Стоит оно в два раза дороже, орден, медаль прилепят, сбывается намного успешней. Очень многие люди, особенно молодые девушки и женщины, любят шампанское. А вот как делают шампанское, они не знают. А я знаю. И тоже с удовольствием расскажу. Я специально ездил на экскурсию в Абрау-Дюрсо. Это родина советского шампанского в Краснодарском крае. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Берут специальную зеленую толстостенную бутылку и заливают в нее букет виноградных соков в пяти разных сортов. Причем в зависимости от их соотношения получают шампанское сухое, полусухое, полусладкое, сладкое и брют. Пять сортов шампанского. Заливают соки, запускают дрожжи и временно бутылку забивают специальной деревянной пробкой. И у них в горах вырыты длинные штольни, а по стенкам штолен выставлены отверстия для бутылок. И вот они новый урожай завозят, в эти дырки раскладывают, штольню закрывают, опечатывают. Круглый год температура в штольне плюс 14 градусов. Зимой, летом не меняется. И два года в полной темноте и покое эти бактерии перерабатывают сахар в это самое оное зелье. И когда через два года процесс уже подходит к концу, и пора план выполнять, они открывают эту штольню и закатывают туда прожектор. И врубают яркий и сильный свет. От неожиданности и страха эти бактерии прохватывают понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют, нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти самые газы. Как он пьяница хлебанет в шампанского, как они ему в нос шибанут, но совсем ему от этого хорошо. Эти бактерии могут переработать в алкоголь не обязательно сахар. Вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают опилки. Замачивают опилки, запускают дрожжи, есть нечего, едят опилки, мочатся мочой. Вонища стоит страшная на этих заводах. У Высоцкого даже песня такая была. И если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с трех, четырех, пяти бутылок. Да, вот эта гидролизная водка, гидролизный спирт получают из древесных опилок. Эти бактерии могут переработать и перерабатывают в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края. И у нас есть такая летом тонкая, хитрая месть. Какому-нибудь злому хозяину летний туалет, полкило дрожжей, как туда подбросят, ой, как там начинается процесс и с газом, и с пеной, и с запахом. Мимо туалета проходишь кисловатым, то ли полусухим, то ли полусладким, вот чем-то оттуда с туалета потягивает. Ну, а Вам, уважаемые молодые люди, если не дай Бог, еще когда... Вы запомните эту бактерию. Если не дай Бог, Вам когда-нибудь перепадет фужер этого самого шампанского и ударят Вам в нос эти газы, то теперь-то Вы уж обязательно вспомните, что это прощальный привет от подыхающих бактерий. Они со страху перед смертью поднапукали туда, ну и Вам на светлый праздник с этого пука тоже поддосталось. Тоже поддосталось. Нет в человеческом организме ни одного органа, который бы не разрушался алкогольным ядом. Но самые сильные изменения и в самую первую очередь наступают в головном мозге, потому что именно там этот яд, алкоголь, имеет свойство накапливаться. Кружка пива, стакан вина, принятые вовнутрь, спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет в мозг, и у человека начинается процесс интенсивного разрушения коры головного мозга. И механизм этого разрушения давным-давно известен. Механизм очень простой. В 1961 году три американских ученых-физика Найсли, Москау и Пеннингтон сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда и красные, белые, кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов, красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 1000 штук. Они их образно назвали виноградные гроздья. Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго, третьего нормально, у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива, он высосал это пиво, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Это известно. В пробирочку с кровью капается водка, прям хлопьями сразу кровь сворачивается. Оказывается, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты. Он снимает с эритроцитов слабый отрицательный заряд. И они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слепаться. Но если для больших сосудов, в руке, в ноге, эта склейка может быть особой опасности и не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов. И они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает. И такой сине-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда у алкоголиков можно даже увидеть сеточку отмерзших сосудов на лице. Обратите внимание. Но в голове у всех, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон, она обозначается условно треугольником с точкой, каждую нервную клеточку нейрон питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона эритроциты могут протискиваться только в один ряд. Так вот, когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрону человека навсегда безвозвратно погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину. Сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур, это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они всегда удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом он жить мог. Таким образом, алкоголь это самое мощнейшее средство, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ, и превратить людей, из людей мыслящих, из творческих, вперед, к Богу нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо, с единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, слов-то каких-то напридумывали. Но мы-то трезвые люди видим, человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил, окосил, второй стакан заглотил, поднялся, рать руками махать начал, третий стакан заглотил, вот тут уж не знаем, то ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Что происходит? Почему человек от алкоголя дуреет? Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, сконьяк, шампанское, мар, разницы нет никакой. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты, эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга, клетки мозга начинают кислородно голодать, клетки мозга начинают в массовом порядке погибать, нормальная работа коры головного мозга нарушается, и человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает у одних в первую очередь разрушается затылочная часть вестибулярный аппарат этих вот так болтает у вторых разрушается нравственный центр про этих говорят это он пьяный сделал трезвый бы никогда так все понятно человек под действием алкоголя становится сумасшедшим сумасшедшим у него клетки контролирующие поведение убиваются алкоголем у третьих людей разрушается память медицина знает тысячи примеров когда наутро пьяница не может вспомнить где был что делал с кем пил у него вместо этих клеточек которые должны были запомнить вчерашний день рубец палец толщиной Владимир Высоцкий 42 года погиб от алкогольных табачных и наркотических отравлений он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых и в одной из ранних песен написал ах где был я вчера не найду днем с огнем только помню что стенки с обоями все клеточки за вчерашний день поубивал а две чудом остались живы запомнили стенки-то там оказывается были с обоями что же происходит с этими убитыми клетками это клетки человеческая ткань температура под черепом 36 градусов эти клетки начинают гнить и разлагаться и вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы но чтобы эти гниющие клетки не отравили весь мозг и не убили человека организм вынужденно закачивает под череп огромное количество жидкости вот эта жидкость и давит клещами пьянице голову с похмелья эта жидкость растворяет убитые клетки и на утро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию поэтому уважаемые ребята запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм тот кто пьет вино и пиво тот на утро мочится собственными мозгами абсолютно точный научный афоризм причем много пива выпил много мозгов в унитаз сольешь мало пива выпил мало мозгов в унитаз сольешь но сольешь в любом случае потому как такова наркотическая природа этого яда алкоголя Какие есть еще механизмы разрушения организма с помощью алкоголя? Существует прямой механизм разрушения клеток. Все вы знаете, что этиловый спирт-алкоголь является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. И в технике используется для обезжиривания поверхности. Но ведь оболочки человеческих клеток сплошь состоят из жировых молекул. И вот человек заглатывает алкоголь, содержащую жижу. Пиво, водка, вино, разницы нет. Спирт всасывается в кровь, с кровотоком идет. И вот молекула спирта подходит к молекуле жира. Взаимодействует и вышибает. Клетка повреждена. Вот именно через это алкогольное повреждение клетки, внутрь клетки, может попасть плохая экология, химия, шлаки. Может другую молекулу алкоголя внутрь затянуть. А здесь ведь ядро, хромосомы. В конечном счете алкоголь данную клетку может убить совсем. Вы скажете, а что нам жалеть? У нас миллиарды клеток. Я согласен. Особо клетки жалеть не надо. Но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачаты и родиться дети. Если, не дай бог, такую клеточку повреждает алкоголь, то получается вот такой вот ребенок. Вот такой вот дебильный ребенок. Ему 16 лет. Я специально старшеклассникам подобрал, в школах показываю. Или вот такой вот олигофрен. Ему тоже, кстати, 16 лет. Хотя выглядит он на 5, а по развитию у него меньше года. Или вот такой вот с поврежденной ротоносовой полостью. Это тоже родительский алкоголь. На ребенке отразился. Или вот такой у нас родился в Новосибирске урод. У этого урода есть уши и есть рот. Он слышит, боится звука. Хлопаешь в ладоши, вздрагивает. Но у него нет носа, нет глаз. Кстати, оба родителя у него с высшим образованием. Пили культурно на свадьбе. Выродили вот такого урода. Ну и, естественно, сдали его на шею государства. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой случайно рождается двойня. И вот все эти сиамские близнецы, это алкогольно поврежденный зародыш двойни. Я переснял из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот у нас в Новосибирске родилось существо. У него одна головка, две ручки, но зато две попки и четыре ножки. И меня мои студенты часто терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько на праздник можно выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые ребята, тоже запомните на всю жизнь. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю три раза, для русского человека равна нулю. Не существует безопасной для нас с вами дозы алкоголя. Меня студенты дальше терзают. Владимир Георгиевич, ну как же так? Ну почему вот до сих пор не спились французы? Тысячи лет пьют. Почему не спились итальянцы? Почему не спились евреи? Почему, скажем, не спились грузины, армяне, молдаване? Ну те, кто эту отраву производят и продают, они-то почему до сих пор не спились? Под этим, как ни странно, есть очень серьезная наука. В организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать. Так вот, этот алкоголь дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, он у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается алкоголь и вырабатывается фермент, который этот алкоголь нейтрализует. У северных народов, а мы русский и северный народ, алкоголь дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему несчастному чукчи, ханту, якуту, ненцу, им пять раз наливают по 100 грамм, на шестой раз они все уже алкоголики. У них вообще в организме нет этого фермента. И вот почему наши русские врачи 100 лет назад обнаружили странную и страшную для нас закономерность. При понижении среднегодовой температуры на 5 градусов смертность от алкоголя возрастает в 10 раз. Вот почему алкоголям удалось уничтожить индейцев в Америке. Вот почему алкоголям уничтожены почти 6 десятков малых народов Сибири, Севера, Дальнего Востока. Так вот, возле этого магазина жила бабушка, у которой было два козленка. И одного козленка вот эти мужики-инвалиды научили курить. Причем козленок попал в такую зависимость от табака, что он бегал по деревне и когда видел кого-нибудь с этой самокруткой, подбегал, бодал, чтобы ему тоже дали пососать этого табачного дыма. Вся деревня прибегала смотреть на этот бесплатный цирк. Козленок курит. Мы, мальчишки, хохотали до упаду. Хохотали, хохотали. А осенью выяснили, что братец этого козленка вырос в здоровенного козла. А этот как маленький был, так маленький и остался. У него полностью от табака прекратился рост. И только в университете я узнал, что в состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Это никотин, аммиак, сероводород, угарный газ, канцерогенные вещества, эфирные масла, смолы, деготь и так далее. Причем 14 из этих 196 ядов являются наркотиками. И люди, которые сосут ядовитый табачный дым, являются никем иным, как натуральными табачными наркоманами. И вот таким же табачным наркоманом стал этот несчастный козленок. И когда этот дым через легкие попадает в кровь, оказывается, в первую очередь он в крови разрушает витамин А. А витамин А это витамин роста. И, кстати, витамин хорошего зрения тоже витамин А. И поэтому всякий раз, когда мне в детстве, в молодости предлагали закурить, я почему-то всегда вспоминал этого несчастного козленка и говорил, нет уж увольте меня от такой глупости. Что происходит, когда человек заглатывает в легкие этот ядовитый табачный дым? Кстати, дым сигареты, прошедший самый лучший фильтр, его ядовитость в 4 раза выше, чем ядовитость выхлопа автомобиля КАМАЗ. И когда человек этот дым заглатывает в легкие, по всем сосудам идет защитная реакция, спазм сосудов, всасывается в кровь яд, чтобы как можно меньше его растолкать, идет спазм сосудов. И вот человек затянулся сигаретой, спазм сосудов, выдохнул, сосудики отходят, отходят, еще траванулся, спазм отходит, спазм отходит. Мы посчитали, в среднем курильщик за 8 лет около миллиона раз надругается над всей своей сердечно-сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Идет истончение сосудов. А теперь представьте, человек в пивной выпил кружку пива, но ведь он же не будет как на бензоколонке сразу 4 литра со шланга в себя заливать. Ему же до следующей кружки что-то же надо делать. Он, естественно, достает сигарету и закуривает. Когда он выпил кружку пива, алкоголь всосался в кровь, склеил эритроциты, эти склейки пошли гулять по сосудам, подошли к месту ветвления, закупорили, сосудик раздулся, морда лица у него красная стала от этого, но кровоток через этот сосуд прекратился. Вот такое раздутие сосуда в медицине называется аневризма сосуда. А теперь он берет и делает затяжку. По всем сосудам идет спазм, в том числе в этом месте сосудик пытается спазмировать, а стеночка натянута, а стеночка изношена, а давление снизу нешуточное подпирает, и при очередной затяжке стенка сосуда не выдерживает, прорывается, и происходит в этом месте микрокровоизлияние. Если это произойдет в головном мозге, болезнь эта называется микроинсульт. Может парализовать, может парализовать и насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, то болезнь эта будет называться микроинфаркт. Поэтому запомните также все, что алкоголь плюс табак, это быстрая и верная смерть. Алкоголь плюс табак. Причем табак резко усиливает разрушительное действие алкоголя, а алкоголь во много раз усиливает ядовитое действие табака. Когда человек набирает в рот ядовитый табачный дым, часть этого дыма сразу растворяется в слюне, и слюна у человека становится ядовитой. И все эти курильщики эту слюну харкают. Вот в Москве невозможно пройти все остановки, заплеваны, загажены этими курильщиками. Но ведь он же не всегда может харкать эту слюну. Часть слюны иногда он и глотает. Но ведь глотает он не просто слюну, а яд растворенный в этой слюне. Но, к счастью, большинство этих ядов не растворяется в воде. И они проходят через желудочно-кишечный тракт и выводятся. Но если человек запивает сигарету, вот эту курятину, пивом, у него эти яды начинают алкоголь растворять и пошли гулять по клеткам. Разрушительное действие табака усиливается во много-много раз. Поэтому алкоголь и табак это действительно быстрая и верная смерть. И чтобы вы не подумали, что я здесь излишние страсти нагнетаю, Наша медицина законно гордится. 60% мужчин трудоспособного возраста умирают в нашей стране от каких-то загадочных... Кстати, проходите. 60% мужчин трудоспособного возраста умирают от каких-то загадочных невесть откуда на нас вдруг свалившихся сердечно-сосудистых заболеваний. Вот я вам показал за две минуты сердечно-сосудистые заболевания, которые убивают 60% молодых мужчин в нашей стране. Убивают их алкоголем и табаком вместе. Что же происходит дальше с этими сосудами? Идет спазм сосуда. Затяжка. Спазм. Затяжка. Спазм. И вдруг при очередной затяжке спазм происходит настолько сильный, что сосуд схлопывается и назад не расходится. И кровоток через этот сосуд прекращается. Такое схлопывание сосуда в медицине называется облитерация сосуда. Схлопывание. Но если это схлопывание сосуда происходит в печенке, селезенке, в желудке, организм с другой стороны подведет кровь. Разметленная система. Но если эта облитерация схлопывания сосуда произойдет в пальце ноги или в пальце руки, с этой-то стороны кровь подвести-то неоткуда. И у человека развивается болезнь, которая называется облитерирующий эндортериит. В народе она называется ноги курильщика, а последняя стадия называется гангрена. Болезнь развивается очень быстро и, к сожалению, очень успешно. Схлопывается сосуд в каком-то пальце ноги. В палец перестает поступать кровь. В течение трех часов палец опухает. Если не успеть палец отрезать, а никогда не успевают, на следующий день палец начинает гнить, вот натурально гниет мясо, и опухает вот так вот стопа. Если на следующий день не успеть отрезать стопу, никогда не успевают. На следующий день начинает гнить стопа и опухает нога по самый пах. Если не успеть отрезать ногу по самый пах, то человек умирает от общего заражения крови от гангрены. А те, кто все-таки уже втянулся в эту табачную наркоманию, поверьте, в молодом возрасте намного больше сил и воли, чтобы прекратить навсегда эту страшную глупость. Страшно мне видеть молодого человека с сигаретой в зубах. Но когда я вижу девушку с сигаретой, у меня внутри вообще что-то холодеет. Я провожу курсы по восстановлению зрения. Последние пять лет постоянно работаю в Москве. Разные люди приходят на эти курсы. И как-то вот после этой лекции про алкоголь и табак ко мне подходит женщина и говорит, Владимир Георгиевич, я врач-акушер. Вы когда-нибудь видели, как происходят роды? Я говорю, нет, не видел. Она говорит, ребенок в утробе матери находится в специальном кожаном мешочке. В этом мешочке находятся околоплодовые воды. И в этих водах развивается плод ребенок. Накануне рождения ребенок прорывает этот мешочек. Уроженицы отходят воды. А потом и рождается ребенок. Но иногда, она говорит, ребенок не может прорвать этот мешочек. И рождается прямо в мешочке. Мы про таких говорим, родился в рубашке. Мы тогда, говорит, этот мешочек разрезаем. Если беременность у женщины протекала нормально, мы видим светлые воды с приятным запахом. И розовенький ребеночек в них тут плавает. Но если она говорит, женщина во время беременности курила, либо ее обкуривал идиот муж, мы вскрываем этот мешочек. Оттуда, как из пепельницы с окурками, тяжелейший табачный дух. Воды мутные, грязные, с противным запахом и синяя асфиксия полуживой, ребеночек в этих водах лежит. Она говорит, ну хоть бы раз в жизни, но вы покажите по телевизору, как рожает курящая женщина. Наверное, ни одна девушка после этого эту отраву в рот не возьмет. Ни один молодой человек даже думать ей об этом не позволит. Самое страшное, что может сделать алкоголь и уже делает, это уничтожает целые народы и выметает их навсегда с лица земли. И примеры подобных трагедий мировая история знает предостаточно. С помощью алкоголя были уничтожены многомиллионные племена североамериканских индейцев. Ничто не брало этих индейцев, никакой войной, никаким оружием их победить не могли. Пустили огненную воду. Начали пить мужчины, женщины, дети. Через два поколения от этих индейцев ничего не осталось. Сейчас жалкие остатки живут в резервациях за колючей проволокой. Места для них так и названы. Резервации, места для сохранения. За партии для индейцев. Нам-то надо делать выводы из этих уроков истории. О том, что алкоголь является оружием массового уничтожения, не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. Гитлер был не дурак. Это был матерый враг нашей страны. В 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак. Вся социальная программа Гитлера для наших народов. Ни школ, ни больниц, кино, газеты. Водка и табак. Но Гитлер знал, чего хотел. Он знал, что водка и табак выметут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение. Историю уничтожения индейцев, в отличие от нас с вами, он изучил доскональнейшим образом. А в недрах СС работан детальный план уничтожения алкоголя великого украинского народа. Вся Украина попала под оккупацию. Так вот этот изуверский план предусматривал продажу украинцам дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были созданы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг. Вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь. Сам должен был сжечь. Таким образом, ССовцы предполагали уничтожить духовное богатство народа книги и выродить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится сейчас в нашей стране, это самый настоящий алкогольно-табачный наркотический геноцид. У нас в Новосибирске разрушены все заводы. Единственный завод, который в три смены работает, который в четыре раза увеличил объем производства, это завод Винап, который на всю Сибирь гонит пиво, вино и водку. Но этого оказалось мало. Рядом построили другой гигант под названием Красный Восток, чтобы молодежь до конца всю упоить пивом. Всемирная организация здравоохранения в 1975 году официально признала алкоголь наркотиком. Причем наркотиком номер один. Самый страшный и опасный наркотик на земле – это алкоголь. В силу его распространенности и незащищенности широчайших народных масс от этой наркоты. Табак на шестом месте по опасности стоит в этой классификации. В 1975 году главный нарколог СССР, некий Бабаян, в знак протеста, что Всемирная организация признала алкоголь наркотиком, вышел из этой антинаркотической секции ВОЗ. Наша страна не признала алкоголь наркотиком. Сам этот Бабаян спился, похоже, уже давно. Вот. И, более того, Всемирная организация здравоохранения признает употребление алкоголя и табака разновидностью шизофрении. Вот вы идете и видите на плакате «Курение вредит вашему здоровью». Употребление алкоголя, вот в Москве, все плакаты внизу написано. Но если человек делает что-то сознательно, что вредит ему до здоровью, этот человек ненормальный. Это заболевание в психиатрии называется шизофрения. И эти люди являются алкогольными и табачными шизофрениками. Но есть люди, которые говорят «Я курю, и мне хорошо», «Я выпью, и мне весело, прекрасно». Это еще более тяжелое психическое заболевание, когда человек наносит себе вред и от этого еще и получает удовольствие. Такое психическое заболевание называется мазохизм. И поэтому люди, которые говорят «Я пью, курю, мне прекрасно», это люди алкогольные и табачные мазохисты. Это очень тяжелое психическое заболевание, от которого надо людей срочно, как говорится, избавлять. При варке пива добавляется хмель. А когда хмель варится, из него выделяется вещество под названием эстрагон. И это вещество очень похоже на женский гормон эстрадиол. Фактически идентично. И когда мужчина пьет пиво, у него в кровь попадает много женских гормонов. И у него смещается гормональная равновесие. Это было давно известно. Вот, кстати, чем отличается мужчина от женщины? Ну, вопрос, конечно, глупый. Мужчина родился мальчиком, а женщина родилась девочкой. Не только этим и даже не столько этим. Основное отличие мужчины от женщины состоит в том, что у мужчины в организме в крови основной мужской гормон содержится. Этот гормон называется тестостерон. Мужской гормон. Тестостерон. Тестостерон. А женских гормонов два. Прогестерон. Прогестерон. И эстрадиол. Эстрадиол. Этот гормон мужской, а эти два гормона женских. И в науке известно явление, которое называется феминизация алкоголиков и маскулинизация алкоголичек. В чем заключается это явление? У мужчины в организме в основном тестостерон. И очень немного женского гормона. Очень-очень немного. И поэтому мужчина и есть мужчина. Вот я мужчина. У меня в организме основной гормон тестостерон. У меня мужской голос, мужской характер, у меня мужские повадки, у меня есть мужское влечение к женщинам, это тоже, кстати, определяется наличием вот этого гормона. У меня мужская фигура, плечи, все. А у женщин основной гормон прогестерон, и это придает им женственность. У них мягкий голос, мягкий характер, у них кокетство, вот желание нравится мужчинам, это тоже определяется только наличием вот этого гормона в крови. Материнское чувство определяется вот этим самым гормоном, понимаете? Но когда мужчина начинает употреблять алкоголь, молекула спирта в крови, встречаясь с молекулой тестостерона, а тестостерон это длинная органическая молекула, молекула спирта вступает с ним в химическое взаимодействие и отрывает от него один углеродный комплекс, и тестостерон превращается в астрадиол. И напрямую у него с помощью алкоголя его мужской гормон превращается в женский. И у мужчины гормональное равновесие, если у него было вот столько мужского, а вот столько женского, начинает смещаться, женского становится все больше и больше. И мужчина начинает превращаться в женщину. У него утончается голос, у него пропадает мужество, он всех пугается, боится. У него пропадает полностью интерес к женщинам, у него только один интерес к алкоголям. У него фигура меняется, начинают плечи сжиматься, таз раздаваться, то есть чисто женские признаки у него начинают появляться у этого мужчины. И это называется превращение мужчины в женщину, феминизация алкоголиков. А женщина, употребляющая алкоголь, тоже интересно. Когда у ней в организме молекула спирта сталкивается с молекулой прогестерона, отрывает от нее два углеродных комплекса, и прогестерон превращается в тестостерон. И у женщины вместо того, чтобы быть основной женский гормон и мужской, начинает увеличиваться количество мужского гормона. И женщина начинает превращаться в мужика. Грубеет голос, грубеет повадки. И она, это, у ней пропадает кокетство, у ней пропадает материнский инстинкт, потому что нет этого гормона у ней в организме. У ней начинает фигура меняться, плечи раздаваться, таз стягиваться. Вы обратите внимание, женщины, которые стоят в магазине там за платьями модными, и женщины, которые стоят за пивом, они внешне совершенно разные. Они друг на друга абсолютно не похожи, понимаете? Вот что интересно. Превращается, это называется маскулинизация алкоголичек, превращение женщин-алкоголичек в мужиков. Любопытно, что когда перестает человек употреблять алкоголь вообще, начинает гормональное равновесие восстанавливаться. И прямо на глазах видно, снова алкоголик, возвращается к нему мужские повадки, мужество, голос, и у женщин восстанавливаются их женские функции. Так вот пиво, в пиве, в пиве, когда начинают варить пиво, то там появляются эстрагоны. А эстрагоны это почти женские гормоны эстрадиол. И когда этот пивопиец пьет мужчина это пиво, у него сразу повышается уровень женских гормонов в крови. У него пропадает мужское начало, пропадает интерес к женщинам. Чехи, которые поспились уже с пивом, помните козел там кого-то бодал, жаль насмерть не забодал. Они, у них есть поговорка, любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо и сохнет кончик, кончик сохнет. И вот обратите внимание, сразу после рекламы пива идет реклама средств от импотенции. Вот прямо в связке идут пиво и тут же золотой там конек и прочее, потому что человек, мужчина, употребляющий пиво, он теряет детородную функцию. Он становится импотентом очень и очень быстро. Вот это страшная агрессия. Но что происходит с женщинами, которые пьют пиво еще страшнее? У женщин появляется огромный избыток женского гормона. И они превращаются в агрессивных самок, понимаете? Это агрессивные самки. У них уже, вообще им уже ничего не надо. У них это просто ужас какой-то. Кстати, вот поили мышей пивом. И у самок мышей, тех, которых поили пивом, за счет того, что поили пивом, в 4 раза увеличивался размер матки у этих мышей. Заполнялся слизью, то есть они становились агрессивными сексуальными особями. А интересное дело, молодые люди и девушки пьют пиво. У этих ааа, а эти не могут, то есть они же пивоят. И получается страшный дисбаланс, в обществе дисбаланс просто страшнейший. Вот что такое пиво. Кстати, я вам еще хочу сказать одну вещь. Шампанского уже все понакупили. Так вот, шампанское и пиво, это самые ядовитые алкогольные изделия, которые только изобретены дьяволом. Шампанское и пиво. И у человека употребить стакан шампанского вовнутрь намного вреднее, чем употребить стакан спирта. И я вам берусь это научно доказать. Вот представьте, сейчас бы открылись двери, заскочили лихие люди, руки-ноги мне заломили и залили бы в рот мне стакан спирта. Что бы со мной произошло? Извините за натурализм, меня тут же вывернуло бы всего наизнанку. Почему? Да потому что через рот в организм вводится страшный яд. Первая реакция здорового организма на яд рвотный рефлекс. А шампанское другое дело. Там этого яда всего 11%. Этот яд очень удачно замаскирован остатками виноградного сусла. Рвотный рефлекс на шампанское даже у грудных детей не срабатывает. То, что шампанское и пиво газировано вот этими газами, которые напукали туда при подыхании бактерии, в этом его самая дьявольская сущность. У человека процесс всасывания начинается в тонком кишечнике. Но если жидкость газирована, то процесс всасывания начинается прямо с языка и пищевода. И поэтому процесс одурения человека от водки и от шампанского и пива резко отличается. Когда человек травит себя водкой, вот он ее заглотил, она дошла в желудок, прошла 12-перстную кишку, дошла до тонкого кишечника, там только начинает спирт всасываться в кровь. Проходит много времени. А когда он употребляет шампанское, спирт начинает всасываться прямо с языка в кровь. И концентрация алкоголя в крови при употреблении шампанского и пива нарастает быстро и скачком. У пьяниц есть даже такое крылатое выражение. Шампанское ударило в голову. Вот он, пьяница, пьет шампанское, вот оно пошло, пошло. Всосались кровь, склеились эритроцитики. Пошли, пошли склеечки. Ба-бах, ударили по мозгам. Он чувствует момент, когда начинают разрушаться мозги. Про водку я такого не слышал. А пиво бьет, мозги тоже бьет. Именно из-за того, что там эти газы. Любого человека, даже такого здорового, как я, посадите в клетку. Каждый день мне выпаиваете стакан шампанского. Через год я выползу из этой клетки, законченным алкоголиком. Вот что такое на самом деле шампанское и пиво. Это самые страшные, самые ядовитые алкогольные изделия. И в первую очередь для детей и молодежи.